В 2007 году на свет появился Dodge Journey, а с 2009 он без особого успеха продавался в России. Спустя несколько лет итальянцы выпустили рестайлинговую версию того самого американского минивена под названием Fiat Freeman. Узнаем, как изменился автомобиль с переменой шильдика на решетке радиатора. Этот американо-итальянский альянс многим казался неоднозначным, а идея продавать под брендом Fiat автомобили Chrysler и Dodge и вовсе попахивала авантюрой. Однако она воплотилась в жизнь. Сегодня российскому покупателю предлагают две переднеприводные бензиновые версии в двух комплектациях – семиместная топовая Lounge и пятиместная базовая Urban. Однако есть большой выбор опций и топ-пакетов, то есть ставка на то, что каждый выберет только нужные ему опции. Нам на тест достался пятиместный автомобиль со скромной начинкой. По сравнению со своим донором Dodge, интерьер Freeman, конечно, облагорожен, стало много мягкой пластмассы, но материала, конечно, все равно среднего пошиба. Гулкового американского пластика, конечно, нет, но до европейского премиума еще не дотягивает. Центр приборной панели занимает экран. В более богатой версии это 8-дюймовый дисплей, на который, помимо навигации и других функций, выводится изображение с камеры заднего вида. Но в пятидверной версии камера заднего вида не предлагается даже как опция, поэтому и размеры экрана были уменьшены до 4 дюймов. Вот с ним-то я никак не могла ужиться. На центральной консоли оставили только несколько основных кнопок. Более тонкие настройки перенесли на бликующий экран. Во время движения целиться в эти псевдокнопки не слишком удобно. Однако россияне часто на такие мелочи внимания не обращают. Главное, как автомобиль выглядит снаружи. Посмотришь спереди, глянешь сзади и веришь, этот у нас должен прижиться. В салон хоть на водительское, хоть на пассажирское сиденье попадаешь без труда, поскольку широченные двери открываются практически на 90 градусов. Чувствуется, что изначально автомобиль проектировали под упитанный американский народ. Сиденья второго ряда готовы принять трех пассажиров внушительной комплекции. Они снабжены продольной регулировкой 10-сантиметровой, а также регулировкой наклона каждого отдельного кресла. К тому же второй ряд расположен на 44 миллиметра выше относительно первого, как в театре, чтобы все пассажиры могли в должной мере насладиться окружающими пейзажами. Но главный прокол эргономистов – комбинация приборов. Выглядят они здорово. Приятное сочетание цветов, хорошо читаемые шкалы, крупная оцифровка. Но привыкать к расположению тех или иных кнопок придется долго. Американцы, в отличие от всех остальных, живут в каком-то своем мире. Температуру имеют по Фаренгейту, взвешивают фунтах, бензин заливают галлонами. Так и здесь. Если садишься за руль японского или европейского автомобиля, ты предполагаешь, где может находиться та или иная кнопка. Ведь специалисты уже давно выяснили, как человеку за рулем удобнее всего пользоваться той или иной функцией. Но американцев, судя по всему, это невдомек. Я 20 минут искала, где находится кнопка выключения салонного света. И оказалось, что он находится вот здесь, за рулевой колонкой. Выглядит как реле. Но кто бы мог подумать. Однако это еще не все злоключения, которые поджидали меня на пути. В дождь я подъехала на заправку и надеялась, что мне не придется выходить из салона. Однако бензобак у Фримонта запирается на ключ. Зато ночью у подъезда никто не сольет бензин. Причем закрывающийся лючок горловины топливного бака – это опция. Стоит она недорого – полторы тысячи рублей. Но вот ее назначение совершенно непонятно. Бензин и так никто не сольет. Горловину бака закрывает змеевик и сетка. Да и не те времена давно. А другого применения замку я не обнаружила. Хотя у французских автомобилей такая же история. Еще одна типичная американская тема – расположение запаски. Чтобы выиграть как можно больше места в багажнике, ее перенесли. Маломерную докатку инженеры разместили под задним бампером. А теперь представим. Осень распутится, проселочная дорога. Не испачкаться не получится. Полочек, ящичков и кармашков во Фримонте хватит на большую многодетную семью. Яна считала около 20 отсеков для багажа. По способности впитывать поклажу, Фримонт – это передвижная камера хранения. В пластиковых накладках дверей отформованы широкие карманы с глубокими подстаканниками. А иногда ящики для хранения вещей встречаются в самых неожиданных местах. Например, в нишах пассажирского сидения. В пятиместной версии место третьего ряда занимает багажник объемом тысячи литров. Под крышкой удобный органайзер, в котором можно хранить зонтики, канистры, любую разную мелочевку. Если сидение второго ряда сложить, то объем багажника увеличивается почти вдвое и становится 1915 литров. Вообще, Фримонт позиционируется как автомобиль для семьи с активной жизненной позицией. Вот и попробуем уместить сюда два взрослых велосипеда. Ох, не женское это, конечно, дело. Мне было тяжело, однако самое главное, что багажник со своей функцией справился. Здесь с лихвой разместилось два велика, еще осталось куча места для каких-нибудь рюкзаков и сумок. И мне кажется, что при желании даже байдарка сюда поместится. А очередная манипуляция с замками сидений позволяет сделать несколько грузопассажирских комбинаций. Подвижные кресла могут превращаться в разноуровневые плоскости. Вообще, у Фримонта не салон, а пазл. Особенно радует возможность сложить в одну горизонтальную линию все спинки правого борта. Получается широкая платформа для перевозки длинномеров. К тому же в запасе остается еще одно сидение. Ну или два, если салон семиместный. Под капотом большого минивэна с приводом на переднюю ось стоит четырехцилиндровый бензиновый силовой агрегат объемом 2,4 литра и мощностью 170 лошадиных сил. А вот двухлитрового дизеля мультиджет с полноприводной трансмиссией россиянам, похоже, не видать, как и механической коробки передач. В России безальтернативна только автоматическая трансмиссия. Спокойный, комфортный семейный автомобиль, хотя и совсем не итальянский. Да и с чего ему быть итальянским, если спроектирован он в Америке, а собирается в Мексике? Хотя у европейцев машина пользуется популярностью. После старта продаж в Европе летом 2011-го итальянцам даже пришлось дозаказывать в Мексике дополнительные партии машин, которые собирали в сверхурочное время. Видимо, ребрендинг все-таки себя оправдывает. Разгон у автомобиля не самый впечатляющий. Зато она не истязает пассажиров на ухабах, а ловко проглатывает все ямки. На лежачих полицейский автомобиль, правда, склонен к вертикальной раскачке, но чем-то же приходится платить за комфорт. Фримен как будто создан для спокойного, размеренного передвижения. Плавный разгон, плавный заход в поворот и загодя продуманный обгон. Ни шины, ни ветер, ни звук работы мотора не нарушают тишину в салоне. Если не привередничать по поводу разгонной динамики, то в остальном Фримен держится молодцом. Внятные ощущения на руле, хорошая плавность хода, в арсенале активной безопасности, система динамической стабилизации при торможении брейк-ассист, система предотвращения опрокидывания, функция, контролирующая давление воздуха в шинах и позволяющая в режиме реального времени следить за давлением в каждом колесе. На страже безопасности – фронтальные и боковые подушки и надувные шторки для водителей и пассажиров. На тестах Евронкап Фримен получил высший балл – 5 звезд. Для тех, кто выбирает автомобиль как семейный, это станет важным аргументом в пользу покупки. Американский мягкий характер, который был у Доджа с стараниями техникой Фиата, почти исчез. Но не настолько, чтобы лишить машину привычного комфорта. Высокая посадка, широкие боковые зеркала и окна, не перекрытые стойками. Отличная обзорность – конек Фримента. Технические характеристики тестируемого автомобиля следующие. Объем силового агрегата составляет 2,4 литра, мощностью 170 лошадиных сил. Максимальный крутящий момент – 220 ньютон на метр, силе 4,5 тысячи оборотов в минуту. Разгон до сотни занимает 11,9 секунды. Максимальная скорость – 181,9 километров в час. Расход бензина в городском цикле – 14,22 литра на сотню. Сидения соответствуют характеру самого автомобиля. Они располагают к вальяжной американской посадке. Уже штатно водительское кресло оснащено электрорегулировками по шести направлениям и четырьмя положениям регулировки поясничного подпора. Кажется, что даже горбун третьей степени здесь найдет для себя удобное положение. Стоит похвалить производителей за честность. При законопослушной езде по московским улицам 170-сильный мотор «Фримонта» действительно расходовал около 15 литров на сотню. Такая цифра, конечно, не позволяет надеяться на умеренные эксплуатационные расходы с учетом ценно-бензин в России. Сегодня все показатели выше 12 литров топлива на сотню уже много. Но это американец, а они, как известно, никогда не отличались скромными аппетитами. Что до цен на сам автомобиль, то стоимость пятидверной версии «Урбан» начинается от 1,2 млн. Все остальное за дополнительную плату. Хочешь люк – выложи еще 40 тысяч рублей. Восьмидюймовый экран с навигацией – еще 60 тысяч. Шторка багажного отделения – 8. Рулевое колесо с кожаной отделкой и система голосового управления обойдется в 15 тысяч рублей. Так потихоньку сумма и набегает. А вот кожаный салон на пятидверную версию даже за доплату не предусмотрен. Вопрос – будут ли россияне покупать за такие деньги моноприводно-бензиновую продукцию «Фиат»? Вот если бы дилеры предложили за адекватную стоимость дизельные «Фримонты». В целом впечатление от машины осталось приятным. Это один из немногих автомобилей, по салону которого можно спокойно ходить. В то же время об этом итальянце американского происхождения даже я, хрупкая женщина, не чувствовала себя водителем-дальнобойщиком. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова